Саммит Г-7, единый фронт на саммите в Пекине. Диди Танг, Тетимес, Великобритания. 12 июня 2018 года. Лидеры Китая и России высоко оценили расширение своего блока региональной безопасности на саммите, который продемонстрировал единство в отличие от встречи западных лидеров Г-7 в Канаде, проходившей в непростой, почти враждебной атмосфере. Председатель Си обратился с особым приветствием к лидерам Пакистана и Индии, для которых саммит Шанхайской организации сотрудничества, ШОС, в городе Цинда на востоке Китая стал первым. Эти две страны стали членами этой организации в прошлом году. ШОС – это ответ Пекина на НАТО. Китай хочет, чтобы ШОС была организацией, которая не только обеспечивала бы безопасность в регионе, но и бросала бы вызов западному мировому порядку. Состав ШОС, созданный в 2001 году, входят также и бывшие советские республики Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Си Цзиньпин выразил сожаление в связи с выходом США из соглашения, согласно которому Иран обязуется ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций. При этом китайский лидер заявил, что в целях поддержки соглашения Китай готов взаимодействовать с Россией и другими странами. Президент Путин поддержал рухание и также критически высказался в адрес США. Решение о выходе из соглашения может дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил он, добавив, что Москва будет выполнять свои обязательства. В ходе саммита Китай поставил перед собой задачу укрепления экономического партнерства и сотрудничества в рамках ШОС. Вчера китайская страна объявила о запуске в рамках ШОС целевой кредитной программы в размере 3,5 миллиарда фунтов стерлингов и предложила создать зону экономического сотрудничества. Продолжение следует...